Вкусно во всем! Любите кровянку? Тогда это ваш суп! Еще не пробовали? Тогда будем готовить! Это правда очень похоже по вкусу на кровяную колбасу. И при этом правдой является то, что суп более нежный, чем колбаса. Прежде всего за счет добавки сушеных фруктов. Это один из старейших рецептов Литвы. Вероятнее всего еще до христианского периода. Говорят, его чаще готовили на День Всех Святых. Кстати, готовить его проще простого. Полный перечень ингредиентов в конце видео и в описании к нему. К делу нарежем лук. Одну луковицу кубиками, небольшими. По сути, это единственный овощ в супе. Хотя иногда встречаются вариации с добавкой моркови в конце варки. Но в основном только лук. Это простая сельская кухня. Многообразие ингредиентов не всегда было возможно. Еще один продукт для нарезки. Бекон. Или подчеревок, или грудинка, или шпик. Но с мясом обязательно. Грамм 150-200. Его можно нарезать и полосками, как я, или кубиками. Хотя вот тут догмы не существует. Важно в основном это свинина, или иногда утятина. И могут использоваться любое мясо, но жирное или субпродукты. А бекон тут хорош тем, что его можно вкусно обжарить. И мы это будем делать, прогрев сковороду. На среднем огне, мы не только обжариваем бекон до хрустящей корочки, мы еще вытапливаем жир. На котором затем обжарим лук. Обжарили до аппетитной корочки, добавляем лук. Огонь тот же. И до золотистого цвета. Тем временем, у нас прогрелась вода. 2 литра. В кипяток мы добавляем пол литра крови. Я не показываю кровь. Ютуб не очень хорошо относится к виду крови. Кровь без сгустков, свиная. Если есть сгустки, разбейте их до вливания в кипяток. Иначе придется измельчать их, вылавливая. Кровь может быть свиной или утиной. гусиной. Хотя, я думаю, может быть и говяжий. Но про это не встречал. Сюда же мы добавляем лук с беконом. Также добавим рассол. Обычный рассол маринованных огурцов. Ложки 3-4. Он больше для сглаживания резкого вкуса крови, а не для соли. Который, кстати, необходимо подсолить. Окончательно досолите в конце, по вкусу. Также черный молотый перец. Частая и хорошо знакомая для нас приправа. И сушка. У меня яблоки и груша. Большая горсть. Может быть либо груша, либо яблоки. Но я рекомендую, чтобы груша была в любом случае. И хорошая горсть гречки. У супа есть несколько вариаций. Или с гречкой, район дзукай. Или с сушкой, район занавыкай. А мне нравится совмещение их обеих. Кстати, если нет сушки, можно добавить ложку лимонного сока. Из специй еще лавр. Традиционно. И майоран. Щедрая столовая ложка. Майоран это уже влияние Польши. И их совместной истории. В Польше эта специя явно лидер среди всех специй. А может майоран пришел в Польшу из Литвы? Не знаю. Но знаю, что теперь варить будем минут 30-35. Чем чернее будет этот суп, тем лучше. Считали литовцы в давние времена. И были правы. Единственное, в конце я удалю излишнее количество разваренной сушки. Мне так нравится. Хотя вы можете этого не делать. Если необходимо, присолите. Вкуснейший супик с более чем тысячелетней историей к вашему столу. Как и многие супы, в Литве его подают чаще не с хлебом, а с картофелем. Отваренным целиком. Я добавил его в суп. Хотя чаще всего его едят в прикуску. Как хлеб. Яйцо не очень аутентично. Но очень гармонично. Это вкуснейший суп, особенно для ценителей кровяной колбасы. И он, правда, гораздо изысканнее ее. Чуть сладковатый. Совсем чуть-чуть кислинка. При этом нет резкого вкуса кровянки. Вкус нежный, бархатный. Вот ни за что бы не поверил, что таким может быть вкус блюдо с кровью. Сканаус. Или очень вкусно по-литовски. А вам спасибо, что смотрите канал Корчма. Подписывайтесь. Столько всего мы еще вам приготовим. И главное, будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok